Это карта европейских колониальных владений в начале и середине XVIII века. И вы, наверное, сразу заметили, что в то время Испания владеет огромными территориями в Центральной и Южной Америке. Даже такая небольшая страна, как Португалия, благодаря смелости своих мореплавателей, в эпоху Великих Открытий подчинила множество земель, например, территории нынешней Бразилии, побережья Африки и даже Индии, остров Гоа. У Великобритании есть колонии в Северной Америке, которые позже станут Соединенными Штатами и Канадой. И у Франции также есть значительные владения. Их потом отвоюют британцы, а затем и вся Северная Америка обретет независимость. Еще на этой карте видно, что, несмотря на огромное количество колоний, все равно большая часть мира не находится под властью европейцев и не подчиняется им. На карте видно, что Англия начинает основывать колонии на востоке Индии, в Бенгалии, с помощью британской устынской кампании. Но все равно большая часть Африки и Азии не находится под контролем европейцев. Давайте теперь перенесемся во вторую половину XVIII века или даже в XIX век. И там происходит важное событие исторического масштаба, промышленная революция, или, вернее сказать, промышленные революции, важную роль в которых сыграло появление индустриализации. И, наверное, одним из самых важных изобретений стал паровой двигатель. Возможно, кто-то не согласится с этим и скажет, что важнее электрификация или изобретение телеграфа. Но открытие парового двигателя вдруг позволило преобразовывать энергию водяного пара в механическую работу. И на этих двигателях теперь заработали фабрики. Это был массовый переход от ручного труда к машинному. На этой фабрике, похоже, ткут ткани из нитей или что-то шьют. И рабочий, использующий ткацкий станок или швейную машину, может производить гораздо больше, чем просто ручным трудом. Благодаря паровому двигателю и электричеству происходит прорыв в транспорте. Теперь стало проще перевозить людей товары, а также передавать информацию. Вот здесь у нас изображение парохода, который отлично подходит как для торговли, так и для перевозки солдат и военной техники. Здесь у нас железная дорога, появление которой упростило перевозку людей и товаров на дальние расстояния. А вот это телеграф. С его помощью впервые в истории можно мгновенно посылать сообщения в любую точку земного шара. И если раньше уходили месяцы для того, чтобы получить новости или передать сообщения, то теперь это стало возможным за считанные секунды. В то время телеграф использовался в основном для торговли и для координации вооруженных сил. Во многом благодаря этим изобретениям, как мы еще увидим в других видеороликах, через 150 лет карта мира кардинально изменилась. Вот так выглядел мир на рубеже XIX и XX веков. Вы видите, что большая часть колоний в Северной и Южной Америке обрели независимость. Также произошли серьезные изменения в Африке и в Азии. Африка целиком поделена между колониальными державами. Розовым цветом обозначены британские владения. Почти вся Южная Африка, районы Египта и Судана – часть Восточной Африки. Французам подчиняется Алжир и большая часть Западной Африки. То, что когда-то принадлежало британской уст-инской компании, теперь перешло под владение короны. Индия стала частью Британской империи. Даже Япония, одна из первых промышленных стран Азии, стала колониальной империей. Она подчинила себе Корею и Тайвань. Но что же подтолкнуло к развитию империализма? Можно сказать, что есть набор стандартных движущих сил империализма. Завоевание приводит к увеличению территории и населения, которые находятся под контролем. А раз больше земли, и земля в основном используется под сельское хозяйство, значит в казну завоевателя поступает больше налогов, и, соответственно, его доход увеличивается. Но кроме этого у него увеличивается еще и армия, ведь население можно использовать в военных целях. И чем больше у завоевателя прибыли и солдат, тем сильнее он может укрепить свою власть. Этот классический замкнутый круг – причина расширения большинства империй. И как только империи перестают расширяться, это тут же приводит к их упадку. Но в период с XVIII века до самого начала XX появляются новые факторы, которые меняют привычный ход событий в истории, а именно возникновение технологических инноваций, среди них открытие электричества и изобретение парового двигателя. Зарождается понятие капитализма. Как увеличить прибыль, имея на руках определенный капитал? Ведь земля – это тоже капитал, но с приходом новых технологий зарождаются новые виды капитала, такие как фабрики, железные дороги, корабли. И с этими двумя терминами связано понятие индустриализация, использование новых технологий для повышения производительности и для увеличения дохода. Капиталист думает, как распорядиться своим капиталом, чтобы моя прибыль увеличилась. Наверное, я вложу в индустриализацию и сделаю заводы более эффективными. И чем больше он вкладывает в технологии, тем больше происходит индустриализация. У капиталиста увеличивается доход, и как результат он вкладывает еще. Однако во время индустриализации возникает ряд проблем, которые необходимо решать при помощи технологий. И тот, у кого технологии более развиты, получает больше капитала для инвестиций. И этот замкнутый круг тоже движет империализм вперед. Подумайте. В условиях промышленной революции капиталисты стали получать все больше и больше власти. Представьте, например, завод. Он получает сырье. Запишу сырье. Если это текстильный завод, для него сырье – это хлопок, и из него плетут нити. А из нитей ткут ткань. И готовый продукт – это, например, одежда. До промышленной революции люди брали сырье, что-то с ним делали, и получался готовый продукт. Но сейчас завод стал работать гораздо эффективнее благодаря технологиям и индустриализации. Это теперь главное звено, и его эффективность повысилась. А раз производительность повысилась, появилась потребность в большем количестве сырья. Но откуда взять это сырье? У небольших по территории стран вроде Великобритании или Японии ресурсы очень ограничены. Но ведь есть еще остальной мир, и в первую очередь эти страны интересуют тот мир, где технологии отстают от их уровня развития. И они думают – давайте пошлем туда войска и заставим их продавать нам ресурсы. Аналогично – куда девать столько готового товара? На наших островах рынок сбыта ограничен. Тогда давайте, – думают они, – продадим их миллионам покупателей из других стран. Такой подход будет требовать большего количества более дешевых ресурсов. Это и сыграло важную роль в становлении империализма, другими словами, формирование колоний, а в более широком смысле – стимулировало свободную торговлю. А если же кто-то не хотел торговать свободно, приходилось принуждать их при помощи военной силы. И в результате технологии, которые продвигали вперед промышленную революцию, помогали империям контролировать самые удаленные территории. Несмотря на то, что до промышленной революции страны вроде Великобритании могли контролировать удаленные колонии, для древних римлян и персов с их технологиями это было абсолютно невозможно. Но после промышленной революции у нас теперь есть пароходы, железные дороги, телеграф, которые помогли империям удаленно править более эффективно, как никогда раньше. Итак, еще раз. Технологии, индустриализация и капитализм были катализатором промышленной революции. Они создали повод для колонизации, для империализма и для более свободной торговли. И к торговле можно было принуждать благодаря все тем же технологиям и править удаленно при помощи пароходов, железных дорог и телеграфа. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить. Продолжение следует...